Друзья мои, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина, и давайте сегодня разберемся в очень интересной и непростой теме, а именно, возможно ли избежать развода. Часто ко мне с этим вопросом приходят женщины и мужчины. Да, я не психолог, но поверьте, могу вам сказать очень много статистических данных, потому что общаюсь с пациентами как раз-таки на темы, в том числе отношений и брака. Поэтому давайте сегодня говорить о разводе. Почему настолько высокий процент, процент растет, и как мы можем его предотвратить. Меня зовут Ольга Придухина. Я очень рада видеть каждого из вас сегодня на своем канале. Обязательно подписывайтесь на мой канал, делитесь вашим мнением, ставьте лайки, если вам это видео понравилось, и мы с вами будем гораздо чаще встречаться и общаться. Ну, что, друзья мои, развод, проблема очень частая. Причем с каждым годом процент разводов все больше и больше растет. Почему это случается? Опять же, по моему мнению, не так часто встречается. Потому что люди, во-первых, вступают в брак неосознанно, абсолютно многие, абсолютно многие. И здесь, опять же, почему я эту тему затрагиваю, потому что я как гинеколог вижу какую проблему, что не предохраняются, да, то есть не используют средства контрацепции. От этого очень часто, очень часто у нас случаются незапланированные беременности. А незапланированная беременность, это, безусловно, такой стресс для обоих партнеров. Абсолютно причем в отношениях, не в отношениях, если беременность незапланированная. Да, потому что чаще всего она никому не нужна, эта беременность. И потом начинается такое, так сказать, шантаж друг друга, да. Почему я говорю, очень часто с этим сталкиваюсь. А вот если ты мне заплатишь, я сделаю аборт. Или если ты мне не заплатишь, я не сделаю аборт. И так далее. И здесь какой-то получается вот такой вот обмен. И тут женщина, ну, многие женщины решают, оставляйте ребенка. И мужчины все-таки, некоторые, я не буду говорить многие, но некоторые предлагают как раз-таки, ну, уж случилось и случилось, давай жениться. Соответственно, это я называю неосознанной абсолютной ситуацией, начиная с половых контактов. Потому что вы должны понимать, если вступаете в половой контакт, что любой половой контакт без средств контрацепции может привести к беременности. Это одно из последствий. Также могут быть различные инфекции и так далее. То есть целый-целый большой конгломерат проблем. Так вот, опять же, для кого-то временность это радость, для кого-то нет. Мы говорим в концепции разводов, да. То есть поженились и потом начинается уже, а мы друг к другу не подходим, а мы женились, потому что случилась беременность и так далее. Хорошо, это первый момент. Второй момент, что люди абсолютно не хотят договариваться, не хотят слушать. Ну вот, возьмите наших бабушек и дедушек. Ну почему у них не было такого процента большого развода? Думаете, у них не было проблем? Каждый человек, кто когда-то был в длительных отношениях, он точно сталкивался с проблемами. Я не поверю, что есть отношения без проблем. Они, может быть, с виду вам кажется, что вот Машка с Петькой живут, у них прекрасные отношения. На самом деле вы никогда не знаете, какие проблемы есть в чужой семье, да. И если они об этом не говорят, это не значит, что проблем нет, да. То есть это такой эффект инстаграма, я всегда называю, что можно одного человека, одну комнату сфотографировать разных ракурсов и будет абсолютно разный вид. Да, тоже и здесь. То есть мы транслируем то, что мы хотим транслировать. Со своей точки зрения я скажу, что проблемы есть у всех, но вопрос в том, что многие абсолютно не готовы договариваться. Это касается и мужчин, и женщин. Почему-то многим кажется, что вы разойдетесь и эта проблема решится. Да, с одной стороны вы правы, она решится, но вопрос-то в том, что очень часто эта проблема повторяется. Это в следующих отношениях. То есть она будет повторяться, она будет вам мешать жить, пока вы все равно не сядете и не поговорите с партнером. То есть вот эта точка невозврата разговор. И здесь многие просто боятся говорить. Да, то есть боятся. Может не хотят, может боятся обидеть. И вот этот страх обидеть, он наиболее часто делает еще хуже. То есть типа вот я боюсь обидеть, но я вот живу, мучаюсь и поэтому мы потом разойдемся. То есть я вижу у своих пациенток, то есть пока проблема будет не решена, она из отношения в отношения, то есть вы можете 3, 4, 5 раз жениться и там выйти замуж, но проблема будет повторяться и вас преследовать. Поэтому здесь самое главное. А наши бабушки и дедушки, они действительно привыкли садиться, разговаривать, договариваться о чем-то и, соответственно, жить дальше. Процент с каждым годом растет. Я даже не хочу вам называть проценты, потому что вы всегда на них реагируете. Сейчас он больше практически 50 процентов. Это огромный процент. То есть практически каждая вторая пара разводится. Это понятно в связи с экономической обстановкой и с разными другими обстановками, но тем не менее. Во-первых, обоснованно, обдуманно вступайте в брак. Во-вторых, умейте договариваться. Это те два правила, которые хотелось бы сказать. Опять же, возможно ли избежать развода? Мне кажется, что в любом случае возможно, если вы можете договариваться, если вы умеете слушать, слышать и договариваться. Но опять же, у всех есть разные определенные базовые потребности, у всех есть разные взгляды на жизнь. И для кого-то, к сожалению, развода избежать невозможно. Но я хочу, чтобы таких людей все становилось меньше, меньше, меньше. А все-таки любовь, дружба и отношения процветали. Ну, а мужская мощь вам в этом поможет. Комплекс, разработанный мной, специально для мужчин. Очень оказывает хорошее влияние на потенцию, эрекцию либидо и сперматокинез. Поэтому, если ты еще не попробовал, обязательно переходи, заказывай. Это первая ссылка в описании под этим видео. Чувствую мужскую мощь, чувствую потрясающие эффекты. И будь счастлив. Я специально для мужчин разрабатывала данный препарат, потому что аналогов не существует. Только натуральные компоненты и витамины. Поэтому крайне тебе рекомендую. Я вас обнимаю, целую. До новых встреч. Пока-пока.